Здравствуйте, дорогие друзья! Такая тема психология и гормоны. Очень важная тема, потому что, когда вы звоните врачу-психологу на консультации, вы ждете, что мы поможем вам, просто прочитав какую-то мантру или, соответственно, как заклинание, да, там, условно, вам врач говорит, вы и здоровые, и вы и здоровые. Но на самом деле это так. Не работает, конечно же. И для того, чтобы качественно лечиться, во-первых, нужно также иногда сдавать анализы крови, потому что очень часто ко мне обращаются люди, говорят, доктор, у нас панические атаки, наверное, нужно записаться на прием к психиатру или как-то лечиться, что нам делать. Получается, что причина панических атак – это териотоксикоз, то есть повышенное содержание териодных гормонов в крови, может быть, в результате того, что у вас новообразование щитовидной железе. И получается, как только мы это дело выравниваем, выравниваем гормональный фон, все, о чудо, вы здоровы и никаких панических атак. Точно так же и бывают много-много разных причин, которые мы, как медицинские специалисты, должны проанализировать, истинно ли это только психологическое нарушение, или, возможно, это целый комплекс, включающий в себя психологию, и какие-то эндокринные, допустим, нарушения, которые у нас есть, так или иначе, в нашем организме. Также на психологию, как я вам говорил, может влиять микробиота. Вспоминаем о том, что микробиота тонкого кишечника, она расселяется, да, и по всему кишечнику в итоге, если там находим патогенные микроорганизмы. И также, соответственно, микробиота наша влияет на работу нашего кишечника, нарушает его работу. А теперь вспоминаем про серотонин. То, что основной объем серотонина вырабатывается в кишечнике. Вот вам и связь с эндокринологией прямая. Таким образом, получается, что иногда, даже больше, как правило, зачастую, если вы хотите поменять себя, сделать свою жизнь более качественной, да, то нужно подходить комплексно к решению вопроса, а не ограничиваться только на психологии. Я вот сейчас только что-то послушаю про нарциссов, там что-то почитаю, и все у меня получится, все у меня наладится с самим собой, и не надо никаких таблеточек пить, и не надо лекарств, а только вот надо поговорить. Такое бывает только если вы лечитесь у многочисленных домохозяек, которые снимают видео про свой опыт там с мужем, я не знаю, с бабушкой, с дедушкой. Но если вы обращаетесь к врачу, вы можете зайти на канал того же Тетюшкина, например, да, это потрясающий врач-психиатр, вот, который, соответственно, ведет также своих пациентов, рассказывает много клинических примеров и так далее. И получается, что, ну, посмотрите, он точно так же лечит и фармакологически, и они могут сдавать какие-то анализы, он направляет также к эндокринологам. Также я, я по первому образованию являюсь врачом-эндокринологом, и повышение квалификации у меня было по клинической психологии, и сам выбрал, сам заморочился на эту нашу эндокринологию напрямую, как вы видите, связанную с психологией. Поэтому, дорогие друзья, суть этого выпуска о том, что если мы решаем какую-то проблему, мы ее решаем комплексно. Договорились, запомнили, записали. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье! Продолжение следует...